МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Репортер 73 представляет информационный выпуск. Каждый день вечером утра реальность сама складывает картину дня. В студии Екатерина Мазуряк. Смотрите сегодня в программе. Минус ТЭЦ. Энергопроизводство – основа жизнедеятельности. Лозунг на крыше ТЭЦ-3 в городе Ульяновске гласит о том, чего так и не случилось за 30 лет ее существования. Третью электроцентраль снесут. Хватит ли городу тепла? Ковид и дети. Подростки болеют, если поступают чаще. Это, как правило, контакт в школе получается. А маленькие дети болеют, если это семейный контакт. Если кто-то взрослый или кто-то заболевает, то и поэтому заболевают маленькие дети. Показатели падают, заболеваемость молодеет. Делаем новости, делаем добрые дела. В будние дни у нас, можно сказать, у сотрудников репортера времени не так много, потому что новости, программы, проекты, всего-всего-всего. Репортер 73 в день печати традиционно участвует в донорской акции. 13 миллионов рублей в год планирует сэкономить теплогенерирующая компания, в чьем ведении находится все ТЭЦ Ульяновска после закрытия третьей электроцентрали в железнодорожном районе. Всех пользователей тепловых сетей здесь уже переподключили к блочным котельным, а освобождающиеся средства планируют направить на модернизацию порядком уставших труб в пробережной части города. Подробности в материале Евгения Луковкина. Энергопроизводство – основа жизнедеятельности. Лозунг на крыше ТЭЦ-3 в городе Ульяновске гласит о том, чего так и не случилось за 30 лет ее существования. Открытая как резервный теплоисточник после печальных событий 78-79 годов, когда ТЭЦ-1 вышла из строя, третья ТЭЦ так и не произвела энергии, работала как большая котельная. В новогоднюю ночь 78-го на 79-й за ошибки операторов на ТЭЦ-1 произошел гидроудар. В результате чего правообережье Ульяновска осталось без отопления в 40-градусный мороз. По легенде, именно после этого случая власти приняли решение построить ТЭЦ-3 как резервный источник теплопитания. Однако по факту строительство началось в 1984-м, а первый котел запустили только в 89-м году. На протяжении 30 лет, как эволюционировал наш ТЭЦ в плане минусовом, скажем так, по отпуску теплоэнергии на город Ульяновск. Если у нас раньше работало, у нас 5 водогринных котлов мощных, по 100 гигакалорий каждый, и у нас работало, бывало, по 3 котла, ну были такие моменты пиковые. В основном 2 водогринных котла, 3 сетевых насоса, это порядка 3600 тонн в час мы давали. А по мере того, как город Ульяновск остановился на экономические рельсы, выверенный, жители все начинают устанавливать счетчики, горячая вода и так далее, у нас отпуск тепла скоротился до 1 водогринного котла. Ну, 1 водогринный котел в работе был и 1 сетевой насос. Централь так и не стала энергогенерирующей, работала как большая котельная, обеспечивая теплом прежде всего железнодорожный район города. Строительство, начатое в разгар перестройки, добили лихие 90-е. Ни о каких масштабных проектах речи уже не шло. С тех пор технологии изменились, появилась возможность решить вопрос с отоплением современными методами. Мы понимали, что мы большую часть нагрузки сможем запитать от Ульяновской ТЭЦ-1, что мы, собственно говоря, и сделали. У нас был вопрос в 6 гигакалориях, которые были покрыты тремя блочномодульными котельными, наиболее удаленных от Ульяновской ТЭЦ-1. Это улица Профсоюзная, это район Опытного поля, где в районе областного военкомата находится котельная, и, соответственно, это поселок Белый Ключ. Противники СНО создания ТЭЦ-3 и строительство в этом месте нового микрорайона упирают на возможное повторение истории 78-79 годов. Электроцентраль, по их мнению, сможет в таком случае подхватить мощность и поддержать жизнедеятельность города. Однако специалисты ответственно заявляют, радиус покрытия третьей станции не очень большой. Максимум, куда дойдет тепло, улица Камышинская. А это, как ни крути, далеко не весь современный Ульяновск. Генеральный директор теплогенерирующей компании Андрей Вагнер отметил, центральное отопление в российских реалиях действительно надежнее. Однако время диктует новые условия. И хотя проект по возведению трехблочных котельных потребовал вложения более 50 миллионов рублей, ежегодно сэкономленные деньги после вывода из эксплуатации ТЭЦ-3 будут направляться, среди прочего, на ремонт теплосетей города. А его, Ульяновску, требуется порядочно. Евгений Луковкин, Бахтия Салтанов, репортера 73. Удаленность от областного центра не должна звучать как приговор для жителей районов. Все областные программы развития должны равнодействовать на территории всего региона без каких бы то ни было оговорок. В Вишкаемском районе есть предприятие с мощным экономическим потенциалом, но плюсы легко нивелируются недочетами коммунальной сферы здравоохранения, транспортной недоступностью, исправлять минусы задачам местных властей и профильных чиновников. Подробности далее. Каникулярная неделя дала небольшое облегчение медикам. Заболеваемость пошла на спад. Однако никто не избавлял набранные темпы. Пункты вакцинации работали, врачи принимали пациентов. Темпы вакцинации достаточно хорошие. Они гораздо выше среднеобластного. То есть на сегодняшний момент 93,8% привиты первым компонентом от подлежащих. Имеется в наличии все виды вакцин, которые зарегистрированы в данный момент на территории Российской Федерации. И такие высокие показатели для Вишкаемской больницы скорее удивительный факт. И заслуга лишь персонала. Состояние же самого учреждения стабильно тяжелое, если перейти на медицинскую терминологию. Была ситуация, что хирург уволится. Были непрепечимы. В течение недели организовали бы нам амортизацию. В Манинском районе хирург выезжает два раза в неделю. Временные меры не должны стать постоянной заплаткой на кадровой дыре. Региональному Минздраву необходимо решить вопрос как с наличием специалистов, так и с совершенствованием материально-технической базы районной больницы. Серьезного лечения требует и коммунальный комплекс района. В этом году он получит бюджетную таблетку, которая улучшит состояние водопровода южной части райцентра. И кроме того, на 2022 запланированы средства на проект реконструкции канализационных очистных. А в году 2023 район должен войти в программу рекультивации несанкционированной свалки. Еще одна болевая точка не только Вишкаемского, практически каждого сельского района области – транспортное сообщение. Успустили маршрут конкретно Вишкаема-Шарлова, 6 населенных пунктов, 40 километров протяженности. Газель, в ней 10-12 мест, когда до этого ходил автобус в пределах 40 человек. Уже автотранспортное предприятие предупредило, что с 1 февраля и этот маршрут Газели будет закрыт, ввиду отсутствия дотации. Вносит изменения в госпрограмму, в январе мы выйдем уже на утверждение этих цифр. 800 тысяч дополнительно мы в феврале доводим администрацию Вишкаемского района, для того, чтобы прикрыть пока на полгода, а далее, соответственно, и второй полугодии еще такая же сумма, будет выделена по проблемным маршруту. Есть пилотный проект по трем районам, который показал неплохие результаты, и мы приняли решение этот пилотный проект распространять сейчас на всю область. Транспортное сообщение региона как внутреннее, так и внешнее – непреложное условие экономического развития. Без логистического потенциала оно попросту встанет. При этом предприятие демонстрирует уверенный рост. Для всех хозяйств Вишкаемского, Корсунского района мы связующее звено фактически между экспортерами крупнейшими и фермерами, любыми сельхозтоваропроизводителями. То есть уже даже в этом году, вернее, в 2021 год, 14 хозяйств разместили здесь порядка 21 тысяч тонн зерна. Предприятие готово расширяться. В наступившем году объем инвестиций составит 142 миллиона рублей, а к среднесписочным 65 сотрудникам прибавится еще 15. Руководство обещает среднюю зарплату 37 тысяч рублей в месяц. Первая рабочая неделя в областной столице отметилась тремя коммунальными ЧП в разных районах города. Порыв на улице Артема оставил без холодной воды несколько домов. Без горячей воды и отопления на почти сутки оказались дома 77 и 79 на Ленина. Также накануне коммунальщики латали сети в железнодорожном районе, где из-за утечки пришлось приостановить водоснабжение нескольких домов на улице Инзинской, Локомотивной, а также Детского сада. Пресс-служба администрации сообщает, с последствиями всех трех аварий справились. О других событиях из жизни областной столицы коротко далее. Ливневый снег спрогнозировали синоптики на несколько ближайших дней. В ночь на 13 января на улицах города работали 102 единицы спецтехники, 46 КДМ расчищали проезжие части, 20 тракторов под металлитротуары, еще 7, 1 спецпогрузчик и 20 самосвалов снег с обочин вывозили. Дорожники использовали 225 тонн смеси соли и песка и 7 тонн твердого реагента. Кроме того, рельсы расчищали два трамвая со щетками и отвалами. Сообщается, что ежедневно на расчистку пешеходных дорожек в скверах и парках выходит спецтехника городского центра по благоустройству и озеленению. Достаточно ли имеющегося арсенала специализированных машин, узнаем по завершении снегопадов. Напомним, в конце прошлого года городминистрация объявляла аукцион на приобретение техники для борьбы с последствиями непогоды. В школах областного центра проверяют качество горячего питания. Одним из признанных лидеров является 76-я школа, неоднократный участник конкурса «Здоровые города России» и победитель номинации «Лучшая программа по здоровому питанию». В школе у нас создана комиссия общественная по контролю за питанием. Туда входят родители, поэтому каждый родитель активный, желающий понаблюдать за тем, как дети питаются и чем их кормят, может войти в состав этой комиссии. С 10 января 2022 года цена на обед учащихся изменилась. Для школьников первых-четвертых классов 99 рублей и 61 копейка, для пятых-одиннадцатых – 100 рублей. В Управлении образования города повышение объясняют удорожанием продуктовой корзины. До 31 января открыт прием заявок на Всероссийский конкурс «Учитель года». Муниципальный этап стартует 16 февраля. К участию приглашают педагогов со стажем не менее трех лет. Победители и призеры представят свои учебные заведения на областном этапе. Победитель прошлого регионального этапа Алексей Соколов вошел в топ-15 учителей страны по итогам Всероссийского уровня конкурса. В России стремительно увеличивается количество инфицированных ковидом детей. То есть, если в прошлое эпидемические волны подрастающее поколение в большинстве своем оставалось на берегу здоровья, то теперь инфекция становится агрессивнее неделя на больших и маленьких. Какова ситуация у нас и готов ли регион к возможному потоку пациентов возрастной категории до 18 лет? Татьяна Домоданова разбиралась в вопросе. Ульяновская область заметает уже второй день, а снег идет, и идет омикрон. Пока ситуация стабильная, отмечается даже снижение заболеваемости, но эксперты прогнозируют уже через две недели резкий всплеск, вызванный новым штаммом высоко заразным омикроном. Если говорить про Россию, то уже официально зарегистрировано 700 случаев. Это в основном Москва и Московская область. Ну а если говорить про Европу, то там уже 7 миллионов случаев инфицирования омикроном. Что касается ульяновцев, то у нас праздничное настоящее превалирует над угрожающим будущим. За каникулярную десятидневку статистика региональной вакцинации, что называется, скатилась под откос. С ежесуточных 5000 человек до, представьте, 75. Да и на ревакцинацию, положенную через полгода, народ не торопится. Как переломить пагубный сценарий? И есть ли они потенциальные меры воздействия? Дал бы премию тем, кто вакцинирован. То есть материальное возрождение и какие-нибудь еще преференции. Серьезные законы принять. Это действительно надо делать. Это угрожает все это. У меня знакомая недавно умерла. У меня вот и дети переболели, болеют. И сама тоже. То есть родственники пострадали. Я бы, наверное, с этими людьми нам встретила, побеседовала. Возможно, даже бы свозила просто в их больницу, показала, где реально люди болеют. И это действительно рядом. Для доктора Павхун реалии красной зоны были рядом на протяжении двух месяцев. Ровно столько на базе детской областной больницы функционировал инфекционный госпиталь. А Татьяна Викторовна его возглавляла. За этот срок в стационаре пролечилось не менее 250 детей с коронавирусом. При возрастном разбеге от нуля и до 18 лет. У четырех пациентов вирус вызвал тяжелые осложнения. Один ребенок буквально балансировал на грани. Получал у нас вплоть до геноинженерной терапии, но с хорошим очень итогом. Мы спасли ему жизнь. И хочу сказать, что двое молодых наших докторов, которые занимались лечением этого пациента, даже были удостоены грамотой от Министерства медицины катастроф за спасение данного пациента. Спасать уже в психологическом плане приходилось и родителей. Они очень насторожены. У них повышенная даже какая-то агрессия иногда возникает, потому что они боятся. Они хотят обследовать своих детей чуть ли не каждый день, чтобы делали снимки. Они все боятся развития пневмонии. Инфекционный госпиталь детской областной закрыли в декабре прошлого года. Сейчас детей с коронавирусом госпитализируют в профильную больницу Нобелинского. В настоящий момент в стационаре шесть человек. Подростки болеют, если поступают чаще, то это, как правило, контакт в школе получается. А маленькие дети болеют, если это семейный контакт. Если кто-то взрослый или кто-то заболевает, то и поэтому заболевают маленькие детки. Вот такой по итогу замкнутый круг. Профилактика для взрослых – это вакцинация. Профилактика для детей – здоровое окружение. Тем временем в России отмечается стремительный рост заболеваемости ковидом именно среди подрастающего поколения. Наша детская инфекционная больница при необходимости готова развернуть до 200 койко-мест. Но вряд ли родителей эта новость порадует. Татьяна Домоданова и Юрий Давыдов, репортер 73. Число доноров крови за 2021 год в России увеличилось на 9%. В Ульяновске также прослеживается положительная динамика. Это особенно важно в период бушующего коронавируса, когда борьба за человеческие жизни в госпиталях не прекращается ни на минуту. Сделать благое дело в профессиональный праздник решили и сотрудники СМИ. Акция по сдаче крови стала традиционной. Не остались в стороне и наши сотрудники. Слово Маргарите Матюшинской. Рабочее утро началось не с кофе. С медосмотра, оформления документов и иглы. Герой сюжета и дня от нашего телеканала Владимир Каврилов. Уже не первый год в профессиональный праздник отдает частичку себя другим. Вместе с коллегами. Журналисты, пиар-менеджеры, СММщики, сотрудники ЦУРа и правительства. Сегодня сменили кресло офисное на донорское. В будние дни у нас, можно сказать, у сотрудников репортера времени не так много. Потому что новости, программы, проекты, всего-всего-всего это надо делать быстро, оперативно и интересно. Поэтому хотя бы раз в году можно позволить себе с утра посидеть в кресле, сдать кровь и сделать благое дело. Низкий гемоглобин, недостаточный вес – это причины, по которым могут не пустить до кровоотдачи. Но ульяновские сотрудники СМИ настолько здоровы, что приходят сюда ежегодно, чтобы протянуть свою руку помощи. Я сдаю кровь уже более 10 раз и считаю, что это очень важное дело для каждого человека. И для меня тоже очень хочется приносить пользу обществу. Александр Коробко работает и в регионе несколько месяцев. И именно на нашей земле впервые решился сдать кровь. А после превратить это действие в добрую традицию. Очень здорово, что в этот день сегодня многие наши коллеги сдают кровь и еще раз подчеркивают важность и гуманизм профессии. Потому что журналист всегда помогает людям. Помощь неравнодушных людей требуется всегда. Донорский светофор сигналит. Требуется кровь всех групп и резус-факторов. Вторая группа нужна особенно. 150 доноров в сутки – идеальная цифра для зеленого света. Но стольких желающих протянуть руку помощи пока нет. В условиях пандемии появились новые запреты. Кровоотдача разрешена только через 30 дней после второй прививки. Переболевшим делиться кровью запрещено также месяц. В это же время в больницах сотни тех, для кого пакетик с красной жидкостью – жизненная необходимость. Бывают авральные моменты. И само собой разумеется, что требуется достаточно большое количество доноров. Одно момент. Сделать добро несложно. В благодарность донорам положено денежное вознаграждение. Областная станция переливания крови с понедельника по пятницу с 8 утра до часу дня ждет героев. Маргарита Матюшинская, Сергей Рябухин, репортер 73. 319 лет назад в России по указу «Тогда еще не императора, а царя Петра» вышел в свет первый номер газеты «Ведомости о военных и иных делах, достойных знаний и памяти, случившихся в московском государстве и военных окрестных странах». Впоследствии именно 13 января отметили в календаре как «День российской печати». Современные СМИ давно переросли газетный формат. Новости приходят к нам с помощью радио, телевидения и интернета. Телеканал «Репортер 73» принимает поздравления и поздравляет коллег по всей стране с нашим профессиональным праздником. А также, как обычно, дарит зрителям интересные и полезные телепроекты. Один из самых небольших региональных телеканалов страны. В нашем штате менее 50 сотрудников. Репортер вещает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Значительную долю этого времени мы выдаем в эфир собственный контент. А это, кроме постоянных информпродуктов, новостной реальности, полезного тележурнала «Будь здоров», аналитического красного угла, вдумчивого и дотошного репортажа, еще и множество специальных проектов. Ежегодное участие во всероссийском конкурсе на предоставление федеральных грантов по линии Роспечати и Минцифры приносит нам опыт и знания. Мы не боимся конкурировать с сильнейшими федеральными компаниями и выигрываем. Результат – наши достойные проекты, творческие циклы «Девять побед, девять грантов». Начинали с «Экопатруля» и «Профия». Первый цикл об острых проблемах экологии, актуальных для всей России, способах их решения, технологиях по преодолению последствий негативного влияния на природу. Второй – о поиске своего места в жизни, о рабочих специальностях, современных, нескучных, актуальной цепочки, школа, вуз, предприятия. «Профи» стал помощником системы образования, программу демонстрировали в ульяновских школах и за пределами региона. Обмен контентом позволил показать достижения российского технического образования и возможности новейших ульяновских предприятий. Мы гордимся нашей работой 2018 года. В эфир вышли письма с фронта. Реконструкторы в антураже и форуме 40-х читали настоящие письма бойцов-красноармейцев. Мы первыми показали в роли солдат и офицеров не профессиональных актеров, а простых людей. Проект не только удостоен спецприза жюри национальной премии «Страна», но и стал популярным в других регионах. У нас появились последователи. Мы вместе с коллегами бережно храним родную историю. В 2019-м проект дополнен письмами на фронт. Цикл под общим грифом «Письма военных лет» практически не оставил равнодушных и еще больше убедил нас в правильности выбранного пути. Программы «Циклоты» не один о людях с ограниченными возможностями по здоровью и безграничной тягой к жизни. Мы вместе искали выход из сложных жизненных ситуаций, убирали непреодолимые бордюры, заставляли чиновников устраивать благоприятную среду для всех, спасали детей с тяжелыми диагнозами. В 2019-й год театра в России репортер отметил десятисерийным эфиром о служителях Мельпомены. С нашей помощью областные театральные коллективы показали не количество трупп и постановок играет роль, а их качество и больше желание быть со своим зрителем. И этим мы похожи на театральную труппу. В 2020-м очередной патриотический проект «Дорогами Победы». Мы объехали несколько регионов Приволжского федерального округа и показали, как потомки победителей чтут память о своих героических предках. Постановочные сражения, реальная военная хроника, графика, отразившая непростой путь советской армии от стен Бреста к стенам Рейхстага. Наши коллеги с региональных телеканалов с удовольствием показали выпуски проекта в своих эфирах. Репортер 73 продолжает работу, рассказывая о том, о чем часто молчат федеральные каналы. Они далеко, а мы рядом. Знаем, что беспокоит жителей области, что им по-настоящему интересно, что будет полезно узнать каждому. Мы расскажем обо всем доступно и ярко, потому что мы любим наш регион и ценим своих земляков. Праздник через будни. Любое торжество для нас, журналистов, это дополнительная возможность встретиться с ответственными лицами и озвучить наболевшие вопросы. А награда, награда уж потом. Именно такая история сегодня произошла с моими коллегами, корреспондентом Маргаритой Матюшинской и оператором Геннадием Бухтояровым. Планы у застройщика амбициозные. На небольшой территории хотят возвести семиэтажный дом на 50 квартир. Позвольте представить, как они здесь разместят детскую площадку и парковку. Хватит ли ей места и не займут ли они соседнюю площадь. Жители нескольких пятиэтажек по улице Хрустальной жаловались не зря, а съемочная группа нашего телеканала не зря придала эту историю огласке. Возведение многоэтажки на улице Клубной существенно замедлилось, так что люди наслаждаются не только новогодними праздниками, но и банально, затишьем, пусть временным. Городские власти, как выяснил наш телеканал, держат руку на пульсе. Сказали, что сейчас идет судебное разбирательство. Как сейчас там обстоят дела? Собственниками сейчас нашли одну зацепку, как нам поступить правильно. И вот иск должен быть подан чуть-чуть, днями попозже. Собственники в теме. Значит, по Клубной у нас намерение все то же самое. Стройки там в том виде, в котором она предполагалась, быть не должно. Я думаю, что у нас все получится. Из того, что уже получилось, в документы землепользования вносятся коррективы. Так что теперь официальному разрешению на точечную застройку будут предшествовать публичные слушания. Власти пообещали, мы зафиксировали. Друзья, сегодня у нас с вами замечательный день. Средства массовой информации отмечают свой профессиональный праздник. Поэтому я всех вас искренне поздравляю. Благодарственных писем удостоились представители телеканала «Репортер 73», оператор Геннадий Бухтаяров и... Матюшинская Маргарита Николаевна, старший корреспондент телеканала «Репортер 73». Вы реально сегодня подвергаете свою жизнь опасности. И вы на рубеже стоите на том самом, наравне с медиками, наравне с учителями, наравне с чиновниками. Это и так категория лиц, у которых неограниченный круг общения. Я вам хотел поважать. Крепкого-крепкого здоровья. Татьяна Домоданова, Геннадий Бухтаяров и Бахтияр Салтанов, «Репортер 73». «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь». Эта фраза, вложена Александром Сергеевичем Пушкиным в Устас Альере, по сути не является преувеличением. 626 произведений за 35 лет жизни в этом Моцарта пока никто не превзошел. Первый в Ульяновский фестиваль, посвященный Вольфгангу Амадею, Моцарт и его круг, который проводит Ульяновская областная филармония и Государственный академический симфонический оркестр губернаторский, пройдет с 15 по 20 января. Подробности в следующем сюжете. Идея фестиваля принадлежала художественному руководителю и главному приглашенному дирюжеру УГАСО итальянцу Фабио Мастранджелы. Он первоначально хотел назвать эту серию из трех концертов Моцарт и его окрестности, чтобы подчеркнуть глубину и широту венского гения. Моцарт для Мастранджела особенный композитор. Я начал свое обучение как пианист, поэтому Моцарт для пианистов это вообще необходимость, можно называть, да, так же как Бах, так же как Бейтховен. Он писал много оперы на итальянском языке, поэтому есть такой, да, тоже эмоциональный, как-то эмоциональная связь с ним, что я итальянец, он писал на итальянском. Несколько лет подряд ученые из Оксфорда исследовали и пытались математически объяснить гении Моцарта. Но высшая математика оказалась бессильна. Фабио уверен, что, перефразивая Пушкина, алгебра и гармонию не объяснишь. Но объяснение все же есть. У начавшего писать музыку в три года и закончившего свой жизненный путь в 35 лет Моцарта просто-напросто не было времени на ошибки. Он написал больше музыки, чем любой нормальный человек мог писать. Поэтому он, наверное, был, ну, помимо того, что гений, это до сих пор, мне кажется, что единственный, единственный композитор, который можно называть гением. Все остальные гениальные люди. Гениальные. Но гений один. Из всего множества написанных Моцартом за короткую жизнь произведений, Фабио Мастранжело выбрал десяток не самых известных. И тому есть объяснение. Я не стал брать сороковую симфонию, потому что, ну, это очень знакомая симфония. Я брал ми-бемоль мажорный, да, и домажорный. То есть 39-й и 41-й. Они тоже очень значительные. Мы понимаем, что у каждого композитора конец жизни – это итоги. Помимо волшебной флейты и других финальных моцартовских симфоний, которыми фестиваль откроется, прозвучат также маленькая ночная серенада и фрагменты из опер. И доминей, царь критский, так поступают все женихины. Сначала музыка, потом слова, «Трубочист» и «Свадьба фигера». А в закрытии примут участие гости из Санкт-Петербурга – альтист Дмитрий Якубовский и скрипачка Сандра Шиндер. Цель – показать максимально, что происходило у Моцарта в голове. То есть развитие его личности, музыкальной личности, жизненной, поэтому его менее известные произведения. Мы будем показать какой-то кусок, порцию небольшой его музыкальной жизни и надеяться, что, может быть, становится как-то традиционным фестивалем, чтобы побольше мы узнали о Моцарте. Ярослав Щедров, Юрий Химовин, «Репортер 73». Напомним телефоны 3041-73, ролики, сюжеты, объявления и бегущая строка. Делайте новости вместе с нами. Звоните 304073. Смотрите «Репортер» не только в эфире. Мы присутствуем на всех ведущих социальных платформах. Подпишитесь и следите за актуальными новостями региона в своем смартфоне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова